Впереди у сочинцев четыре выходных дня. Будет отмечаться День народного единства. В Сочи пройдет ряд праздничных мероприятий и везде на всех площадках города необходимо создать безопасную среду. Еще больше праздничных мероприятий состоится в конце ноября, когда Сочи будет отмечать День города. Мэр курорта просит силовиков, чтобы охрана общественного порядка была организована по той же схеме, как это было во время проведения Олимпийских игр. В рамках подготовки к предстоящим праздникам руководителям объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения, массового пребывания людей необходимо провести контрольные проверки оборудования и инструктажи персонала. Обеспечить бесперебойную и безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения в праздничные и выходные дни. Проверить готовность персонала к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Будут привлечены дополнительные силы из края. Проведены инструктажи по мерам антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. Весь силовой блок переведен на усиленный режим несения службы. Глава города также поднял вопрос на заседании антитеррористической комиссии относительно незаконного строительства, которое продолжает вестись в Сочи. Администрация курорта подала в суд исковые заявления на застройщиков, которые уже в постолимпийский период возвели на курорте 92 здания. Анатолий Пахомов потребовал усилить контроль за новостройками, которые по документам должны быть трехэтажные, а по факту это уже высотные дома. Кто мне скажет, в чем вина города, что мы еще можем сделать? Если мы передали в суд судебное решение, если на приостановку, что еще нужно в службе судебных приставов? Скажите мне. Со своей стороны администрация принимает все необходимые меры реагирования, но новостройки сносят редко, потому что пока идут разбирательства, они уже превращаются в девятиэтажки, и на их демонтаж нужны немалые деньги. Для решения проблемы администрация гордо обратилась в прокуратуру с вопросом проверки ведомств, ответственных за своевременное выявление незаконного строительства и пресечение такой деятельности.